здорово народ сибиряк 007 с вами позади меня не просто темнота позади меня река опи ну скажем так наша река матушка вот приехали в то же самое место где были прошлый раз с моим другом лёха его сыном сегодня у меня в компании серёга мы с ним выезжали потом его позже увидите в темноте фонарик у меня подсвечивать темно совсем мы с ним выезжали по осени на рыбалку с лодки тогда там судаков ловили щук вот теперь он зимнюю рыбалку покоряет в общем-то приехали ту в то же самое место сегодня моя цель больше упереться скажем так в ловлю на жерлицы собственно как вы просили в комментариях надеюсь все получится время сейчас где-то 727 30 то есть до рассвета где-то часа полтора а только почти два соответственно да ну и тут на пока дойдем методом мире примерно минут 30-40 топать пока разберемся может получится попасть на выход судака еще ночного такого до предрассветного чем-то вот выдвигаемся принял да все теперь я уху лопа приехали все пришли пробурила нас десяток лунок прошел теперь надо цеплять приманку и пробовать ловить злых зубастых судаков для живца для платвички еще рано совсем чуть позже заклюет поэтому надо сейчас проверить утренний выход судака берем вкусный какой-нибудь ратлин например вот такой ночевая начинаем им привлекать местных калкастых зверюк вот он иди сюда вот это удар такой на отмашь да дожилась ты в лунку то да а то есть контакты ребятки попали на утренний выход вот он красавица покажу вот он ребята судака пской тяжеленький такой за килошни где-то между кило и килл и полтора будет весом красавчик вот такой рад ли локиджоновский vip 78 решился и не мелочиться сразу влупил 80 ку самый крупный 26 грамм ну току тяжеленький такой удар на отмашь шлюп и вот он красавец хорошо кайф супер не зря шли не зря мучились ладно продолжим может еще кто-нибудь водится так попробую уменьшить ратлин я сажусь его может судак не такой злой хотя да все равно будет злой вот но более мелкий ратлин возможно соблазнить еще и какого-нибудь окуня что было бы тоже конечно неплохо прошлый раз на ратлин не опался хороший окунь и один окунь предположительно сошел вот на такой вот поменьше которой 68 ну все ребят решил передвигаться дальше вот судак больше колевать не хочет возможно утренний выход закончился но в общем то все таки я цель с ними поставить джерлица рассвело надо попробовать поймать жужца и выставиться холодно конечно пипец и минус 14 но безумно сильный ветер его как дед мороз так что не знаю что у нас получится дальше собираем удочку без мотыль на салмовская удочка афин лесочка бойсокс 01 и вотчик ловко из рентгеновской пленки мормышечка небольшой гвозди шарик где-то 0 3 может а 0 35 весом пошла раз на него хорошо клево лоса он такой красненький немножко и такой перламутрово розовый шарик чтобы поймать живчиков опа есть первый зверь не ну ты-то нифига не живчик какой-то живчик я саму есть можно морожечка от мастиф кстати традиционно да ну алё гараж я вообще за мелочью пришел до сечу клюет то все чё за рыбочек это странно и не то подлещик не то плотва какой-то как это помесь серёга короче 1 улышку садится ловить вон сорога клюет хорошее живца фиг поймаешь такой да где видишь там убери я откуда знаю где она плавает она езди угодно может быть мне да мне пока не надо они замерзнут уже к этому времени ну вот это чё такое пришел живца ловить клюет такой размер ну да ты чё делаешь то опять вот специально будешь ловить фиг поймаешь такого размера фиг найдешь такая нормальная платвичка может чуть чуть меньше 100 грамм уже такая приемлемая скажем так для удовольствия для ловли на мормышку ну вы специально ловить не поймаешь блин даже вца поймать она такая вся клюет ура живец попался счастье привалило вообще капец ты не представляешь малыш как я тебе рад срочно тебя в бутылку пока ты шоковую заморозку не получил я шоковую заморозку пальцев получу куда накидывают а потом размораживают и она поплава дальше но но это не жидкий азот это зима сибирская большая наша зима похлеще вы чем этот жидкий азот ваш вот и все и хорошая мормышечка она не тогда на этом на нашем карьере выручила клёв был не ах те вот на неё поклёвывала платвичка небольшая я ту рыбалку не выкладывал там нечего было смотреть по сути то есть так вымучивание плотвы чуть больше чем совсем живец вот но только вот она выручил этот мормышечка и здесь тогда тоже вот на неё хорошо клевала и сейчас видите клюет какой-то удачная такая модель видимо по цвету от форме размеру нравится плотве я деревянный раз взял его просто на берегу забыла металлический ничего живет так ребята три живца с горем пополам я поймал пойду поставлю три жерлицы потом приду еще долавливать живцов а то так если ловить сразу всех 10 то это будет долго порционно так сейчас буду выставляться те же самые жерлички ничего пока не меняется мне уже написали в комментариях эти жерлички говно ну это в общем то не сомневался у нас люди такие вот я раньше на них ловил рыба ловилась все было замечательно но вот надо было брать жерлицы какие-нибудь там не знаю терминатор или еще что нибудь модные но не пока лень потому что я этим не занимаюсь прям так плотно не такие пойдут да и не надо им это плотно заниматься на блесну балансир все равно интереснее с выставлюсь потом буду искать щуку судака балансиром блесной и параллельно поглядывать в этот раз за жерлицами не буду их бросать на три жерлички поставил мормышку размораживаем потому что она из капитально замерзла чтобы шарик был свободны и приступаем дальше к ловле живчиков еще надо поймать ого это какой-то очень тяжелый идет опупеть опупеть плотва ну блин ну приятно так же софта ловить так вот раз и вот такая вот лошадочка влетела офигительно хорошая да вот . граммов 200 наверно селедочка мешает же по флой тут понимаешь плавает плату то я могу и у себя половить в том числе и такого размера попадается о наш клиент уже драны от кого-то получал ну перчатки уже давно выпускает ботинки да тоже стельку да ну что ты будешь делать а 5 кабан да пипец в прошлый раз крупные не было клевал один живец в этот раз живца почти нету клюет как больше нет он крупный сильно все равно она же аккуратно берет на железу это если бы она вся была знаешь 3 плюс я согласен а я думаю она все равно основная 10 кило 2 только можно совести никакой нету да пипец блин ну так да маленькая ой там помочь это еще больше да ужас какой-то живца поймать не могу клюет блинся плотва вот размером и вот в среднем вот вот такая вот то есть грамм сто с лишним вот вообще никак не живцовая три же в лесах простояли пока тишина что там есть подозрение что щука будет сегодня вредничать потому что холодается не смена погоды утром было минус 10 час уже где-то наверное минус 15 прямо это холоднее становится заметно вечера будет минус 20 и давление повышается потихоньку то есть по сути такая погода она скорее на судака или на окуня то есть это плотва как видите клюет очень хорошо клюет еще такого размера проскакивает что аж страшно вот сейчас поставлю вот еще три жерлицы и все наверное остальные две выставлять не буду принципе мне этих уже хватит чтобы весь участок перспективный заставить вот поэтому что холодно блин во первых выставлять эти жерлицы вот во вторых может быть и смысл то нету у них всех еще водка в чем дело просто буду ходить терять время я лучше похожу еще с этим с балансир чекам окуня поищу давай посмотрите на него он взял и поймал окуня твой первый зимний окунь замерз но окунь это поймал окунь это поймал настоящего пусть нездоровенного ну первый блин спочинал все-таки он весь активно сегодня окунь есть говорю сегодня погода такая для него мерзопакосно морозная все что все какие можно но на отлично нормуль трофейный я сейчас рыба трофейный здорово это а я засел в зацеп балансир чекам и запендюрился зря я поставил балансир весь край сейчас его отцеплю и поставлю блесну вертикально ну что как я уже говорил проходимостью не вышли пока покорежнику ловлю самому все-таки лучше пусть блесна будет чтоб не возиться с отцепом балансира постоянно спасли ребятки похож я на деда мороза наверное похож так что всех вас с наступившим или наступающим новым годом я не знаю когда это видео выйдет короче с новым годом на всякий случай вот мороз крепчает ветер пока не ослабевает вот поэтому такая изморозь намерзает то есть хоть вроде бы и минус 15 но из-за ветра это конечно отшлаг не на как пойдем на обратно потому что обратно будет ветер в морду это будет реально жесть серёга что уже дубу дал он носится разогревается вот я хотел пару слов сказать про ледобур меня в комментариях уже прошло видео спрашивали в общем то как видите свой красный шторм я сменил теперь на свой желтый тонар это топовая серия у тонара это наши барнаульские отечественные буры называется на айсберг в общем то побудило меня на смену бура то что шторм это как-то оказался бур не очень мягко сказано короче задолбали в него болячки там то одно второе третье пятое все-таки 130 бур у меня под серьезную рыбалку вот на большой реке там или еще где-то то есть ну под такую капитальный инструмент должен быть надежный вот поэтому взяла вот это вот чудо отечественного производства особенно всего в том что у него есть пластиковая голова с плоскими ножами то есть он так должен лучше все лучше всех бурить лед и легко бурить вот на самом деле как будет он очень хорошо то есть пока я под это ха ничего не буду говорить именно из практики так общих чертах то есть меня привлекло это то что здесь есть плоские ножи пластиковая голова то что должен легко бурить вот еще один такой момент он и на самый важный то что у этого ледобура то есть реально недорогие ножи 130 бур мне нужен для реки на реке как показывает практика регулярно встречается песочек во льду то есть его не видно а потом раз и ножи сели у меня просто на шторме после двух рыбалок хотя вроде никуда не забурился ножи закончились за . тех ножей стоит 500 рублей а покупка новых там больше тысячи то есть ну такое себе удовольствие то есть плане реки невыгодно совсем поэтому нужен был 130 бур с недорогими ножами но которые хорошо бурят то есть вот такая вот концепция до швед не подходит потому что у шведа ножи дорогие то же самое еще дороже чем у шторма поэтому решил пробовать наше вот это вот чудо отечественного производства как сказал уже тонар айсберг 130 у меня версия л то есть он крутится как российские буры не стал брать с обратным вращением под шуруповерт по шуруповертам не пользуюсь и не планирую вот первое впечатление очень положительное то есть по качеству сборки по бурению бур мне нравится посмотрим конечно как дальше то есть я пока некие выводы делать не буду ничего объяснять то есть ну пока гор впечатление очень даже хорошие собственно вот поэтому собственно и пришлось сделать обновку как и сказал что вот из-за ножей из-за того чтобы инструмент был надежный вот а тот красненький бур как-то вот оказался не для тех условий в которых я рыбачу такие вот дела то все на час думаю пойти поискать хищника снова то с балансиром окуня поискать муж у него уже выход начался будет поклевывать вот плотвы наловился от души пока лоил же в сапой мол того целый кугород и плотвы не знаю мне уже больше не надо вот а вот окунька бы хорошо поймать хотелось бы жерлицы пока молчат совсем молчат кстати говоря сегодня на всех жерлицах поставил поводок из вольфрама а прошлый раз стоял поводок из флюрокарбона может быть это свою роль сыграет тоже тогда влас две сработки при том что не были только у меня у соседей на жерлиц поклевок не было сегодня я поставил тоже такие же поводки как у них то есть такие чтобы не обрезала точно ну может быть это даст свой негативный эффект поглядим есть сработка жерлицы так самая дальняя сработала как обычно буквально только смотрели не горела сейчас уже сработала чё холостая давайте как как на минном поле а чё толк на минном поле то нет никого так чувствую он даже с на месте ударила и бросила ну поцарапала рыбку и бросила ладно заново тогда тебя настроим ну ладно хоть не зря расставлял сработку целую увидел ну места старта серёга уже здесь в машине греется он конкретно дал дубу сегодня и половину рыбалки бегал вытанцовывая чтобы не замерзнуть в общем как же хорошо когда оттаял в машине поел теплой пищи и выдал пол термоса теплого кофе вообще блаженство в общем прибыли мы обратно к машине серёга ушел аж на три часа раньше чем я короче дал конкретного дубу бегал по речке грелся но не помогло короче он под замерз что-то не под рассчитал со своим костюмом в плане условий вот мне как бы вопросов нету все замечательно то есть торнадо сегодня прошел такое испытание в плане мороза норму если не знаете не столько мороз то есть я пришел в машине показывает термометр минус 22 но был переход вот именно с тепла сегодня на мороз то есть вчера было минус 8 утром было минус 12 шел снег сыра и сейчас то есть ударил мороз и он будет сильнее сильнее там до тридцатки с лишним вот и получается плюс ветер это вот сырость обжигающий из этого получилось дико холодно потому что если бы просто поставил поморозило было бы двадцатка да то есть и даже не замечаешь а тут вот из этого перепада собственно я думаю из этого перепада и рыба же опять же не клевала но все-таки карпа я больше брать не буду в рыбном не ну его нафиг этого карпа как-то с лососевыми этими краснохожими клеют лучше чем с местными карпами вот так вот блин верь не верь в общем то на этом все понравилось ставьте лайки пишите там свои комментарии подписывайтесь на канал всем пока увидимся в следующем видео и и Редактор субтитров А.Семкин